Всем большой привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня в этом видео я хочу вам показать чехлы для ножниц различной формы и цвета. И заодно показать свою скромную коллекцию ножниц. Первым я хочу вам показать, пожалуй, свой первый чехол для ножниц, который у меня остался. Выполнен он в технике, как вы видите, здесь и шовчики, и крестики. И по краям я пустила шов козлик. Наверняка кто-то его припоминает со времен школы. Выполнен данный чехол в форме такого прямоугольника. Мне захотелось на тот момент, видимо, так проэкспериментировать. Цвета здесь достаточно приятные, неброские. Задник я оформила вот таким швом. Что-то из разряда гобелена или какого-то рисового шва, если честно, не припомню. Но с данным задником произошел некий казус во время отшивы, уже ближе к концу. Равномерную ткань повело данного шва. Я пыталась всячески исправить этот скос и когда гладила. Но немножко все-таки он остался, но не так критично. Саму внутреннюю сторону я проклеила специальной такой тканью. Она на клеевой основе. И в местных магазинах она продается с целью заплатки. То есть исправить какую-то дырку при помощи такой ткани. Здесь у меня хранятся мои первые рукодельные ножницы-цапельки. Которыми я в последнее время не пользуюсь, наверное, несколько лет как. Ну, все потому, что коллекцию мою пополнили остальные ножницы. У этих ножниц есть небольшой дефект. Они бракованы. Они, кстати, ко мне пришли именно такими. Я на этот момент изначально не обратила внимания. Ну, как-то, ну, пришли такие и пришли. Хотя, конечно, можно было светаться с интернет-магазином, потребовать возврата или обмена товаром. Но так как я уже была за границей, это было, мне кажется, наверное, немного проблематично. И больше денег ушло бы на доставку. Поэтому я оставила все как есть. В принципе, со своей функцией эти ножницы справляются отлично. То есть на длину вот этого лезвия, которое осталось цельным, они вполне хорошо обрезают нитку. Этими цапельками я пользуюсь достаточно редко. Я бы сказала, очень редко. Но, в принципе, думаю, что периодически все-таки стоит им давать второй шанс. Перейдем к следующему чехлу. И выполнен он у меня вот таким конвертиком. Наверняка многим из вас знаком такой вид оформления. В качестве самой вышивки я использовала дизайн от Фаби Релли. Сепия роза, по-моему, он называется. Наверняка кто-то из вас припоминает, что данную вышивку я начинала именно для того, чтобы сделать без корню. Но впоследствии отшива я как-то передумала. Я решила, что сейчас мне без корню не так особенно нужны, как чехлы для ножниц. И, в принципе, в моих планах рукодельных было как раз-таки создание несколько чехлов для ножниц. Что, собственно, я и стала воплощать в жизнь. С обратной стороны чехол выглядит вот таким образом. Я сделала петельку и сюда пришила бусинку, чтобы он закрывался. И здесь у меня хранятся вот такие ножницы. Достаточно красивые, к ним никаких претензий нет. И мне кажется, что они сюда неплохо подходят. Сам чехол получился немного широковат для данных ножниц. Но это нисколько не портит самого готового изделия. Как и видите, в центральный элемент я пришила бисер. Для тех, кому знаком данный сюжет, я его вышила, как и видите, не полностью. Потому что здесь использовались и линии бэкстича металликом. И здесь должны быть шовчиковые сердечки. Но мне как-то захотелось видеть свой чехол именно в таком формате. То есть не перегружать его какими-то другими элементами. То есть у меня как раз здесь вот чисто вот эти розы в очень приятных оттенках. И, конечно же, центральный элемент. Следующий чехол, который я хочу вам показать, это, скажем так, шовчиковый чехол. Возможно, вы припоминаете, что в свое время я участвовала в шовчиковой авантюре. И по итогу у меня были готовы две работы. Это батончик и пин-кип. Так вот, данный пин-кип, который превратился в этот чехол, он стоял долгое время на полке. Все было с ним хорошо. Но как-то я стала себя ловить на том, что он бесполезно стоит просто так. Поэтому я решила дать этой вышивке, скажем так, второй шанс и более полезное применение, чем пин-кипы. Я его распорола, разодрала. Конечно, это было все не так-то просто. Количество клея. В дальнейшем он не отстирывался. Потом был процесс сборки. Он тоже давался нелегко, потому что были некоторые проблемы. Но по итогу я справилась. И таким образом у меня получился чехол. Он немного похож с предыдущим, но все же есть некие отличия. Во-первых, вот такой вот момент. Я его сделала специально. Мне понравился. Где-то в интернете натыкалась на такой способ сборки. Вообще, если кто-то не догадывается, как собираются данные чехлы, они собираются достаточно просто. То есть берутся два одинаковых по длине и ширине квадрата. Прикладывается строчка бэкстича и в дальнейшем они сшиваются швом без корню. Сшиваются по всем частям. То есть у вас получается такой двухсторонний квадрат. И в дальнейшем вы его складываете вот такой формой конвертик и проходитесь опять строчкой. Чтобы, соответственно, рисунок с лица вас устраивал. Это все индивидуально в зависимости от вышивки. Для задника я использовала обычную ткань. Мне так показалось тоже достаточно интересно. И, как вы видите, чехол получился достаточно небольшим. Здесь я храню, кстати, вот такие свои ножницы. Одни из самых красивых. Хоть я ими пользуюсь не так часто, но мне доставляет просто удовольствие на них любоваться. Так вот, как раз для вот этих очень красивых ножниц я решила, что этот чехол будет им отличным, скажем так, домиком. Но по размеру, видите, что кармашек не закрывается. Поэтому я и не делала сюда никакой петельки, никакой бусинки. Ну, мне кажется, что и так вполне симпатично это все смотрится. Следующий чехол, четвертый по счету. Он у меня выполнен уже на черной основе. С вот таким незатейливым сюжетом. Мне виделась именно вышивка с серыми нитками на черной основе. Не знаю, откуда это ко мне пришло, но вот мне именно так захотелось. Вообще, изначально у меня была идея вышить на черной линде серыми нитками. Опять же, шовчиковый дизайн. У меня есть такая схема, но как-то, вот вы знаете, ну не тянет меня пока на шовчики. То есть все-таки больше мне хочется вышивать именно крестом, либо полукрестом. Поэтому я нашла схему, немножко ее отредактировала именно под свой размер. И вот такой чехол у меня получился. Здесь у меня хранятся вот такие ножницы. Одни из моих самых любимых. Они гладкие, незатейливые в своем дизайне. Но, не знаю, вот именно за своей такой простоте они мне очень, кстати, нравятся. В качестве задника я использовала черный фетр, который у меня был в запасах. Ну и по краю пустила серый скрученный шнурок именно из тех нитей, которые использовались в самой вышивке. Если присмотреться, то здесь два оттенка серого. Один серый и другой чуть посветлее вот в этих прожилках. Получается не очень сильный контраст. То есть, в принципе, можно было все вышить одним цветом. Но мне захотелось немножко так поэкспериментировать. Еще один чехол на черной основе, но уже немножко другой формы и выполненный в другой гамме. Это вот такой чехол в виде, скажем так, треугольника. Вышивка с двух сторон она одинаковая и выполнялась меланжевым оттенком моды МС. Рисунок очень незатейливый. Вышивается достаточно просто и легко. И буквально сразу вы запоминаете, как его выполнять. И, в принципе, схема вам не нужна. Вы видите, элементы повторяются. И, в принципе, его можно сделать в длину, какую вам нужно, используя именно этот дизайн. Здесь у меня хранятся вот такие ножницы, не менее любимые. Они мне тоже очень нравятся. Сюда я повесила вот такой маячок. Как раз, я думаю, по цветовой гамме они неплохо сочетаются между собой. Внутри я, кстати, тоже проложила вот этот же фетр, который использовался в этом чехле, чтобы ножницы не царапались об изнанку. И также этот чехол я собирала по методу без корню. Но вот этот момент, именно кончик, он оказался очень плотным. Поэтому сюда я решила впустить вот такой шнурок, опять же, из этих нитей, чтобы скрыть небольшие шероховатости. Ну, в принципе, видите, они все-таки заметны. Но ничего страшного. И последний чехол на сегодня, он выполнен по принципу предыдущего чехла. То есть вот с таким кармашком на основе картона. Но если кто-то из вас припоминает, его я уже как-то показывала. Я была не до конца довольна этим чехлом, особенно вот этим местом соединения. Оно у меня получилось не идеальным, и я про это говорила. То есть здесь очень получилось толсто, неровно. Ну, в принципе, хендмейт, он и есть хендмейт, да, и можно на это закрыть глаза. Но мне все-таки что-то в нем не устраивало. Поэтому на замену данному чехлу я сделала вот такой чехол. Как видите, они похожи, потому что здесь присутствует все та же розочка из вот этой серии роз. Но разница все-таки есть, потому что данный чехол я выполняла уже на Эдинбург 36-го каунта. Этот же был на Кэшел 28-го через одну нить переплетения. Здесь же как полагается. Край я здесь обработала по типу хардангера. То есть получилась такая небольшая шахматка. И вот этот вот край, чтобы он не осыпался, тоже я его сделала специальным швом. И получилось, как мне кажется, достаточно симпатично. Поэтому вот этот чехол я, скорее всего, утилизирую, потому что он мне не нужен. Ну, или, возможно, я его кому-нибудь подарю. А вот этот чехол, конечно же, останется у меня. И в нем хранятся именно вот эти ножницы. Здесь я не делала никаких маячков. Я просто повесила шнурочек. В принципе, его можно в любой момент убрать. Здесь находятся мои самые-самые маленькие ножницы. Они действительно очень маленькие. Они не всем подойдут. Они подойдут только обладателям тонких пальчиков. Потому что сами отверстия, конечно, тоже очень маленькие. Но я их искренне люблю. Достаточно часто ими пользуюсь. Задник у меня обработан вот таким образом. Я решила не делать никакую петельку из вот этого шнурка, который шел по окантовке. Я решила вот таким незатейливым образом его приклеить. Тем самым получается некий момент невесомости, когда чехол кладется на стол, он немножко как бы возвышается над поверхностью. Я не знаю, насколько это существенный момент. Но это опять же мой эксперимент. Ничего более. Это все то, что касается именно чехлом для самих ножниц. В моем арсенале имеются также вот такие резачки. Они от фирмы Ankor. Но так как здесь имеется этот защитный колпачок, который как раз-таки защищает вот эти острые края, то в принципе для данных резачков никакой чехол и не нужен. Как видите, в моей коллекции присутствует 7, можно сказать, 7 ножниц. Для меня это больше, чем достаточно. И я думаю, что, наверное, только в виде какого-то исключения в дальнейшем я приобрету, возможно, еще одну пару. Но я думаю, что это будет, ой, как не скоро. Потому что всех этих инструментов мне хватит с лихвой и надолго. Но это не все, что я хотела вам показать в этом видео. Возможно, у кого-то из вас возникает один несложный вопрос. А где хранить все эти чехлы? Потому как все-таки 7 процессов одновременно я не веду. Следовательно, мне нужна какая-то емкость, где я могла бы хранить все эти ножницы в своих чехлах. И для этого я сделала вот такую коробочку. Это коробочка в технике ленивый картонаж. Потому что именно сама основа, как коробка, она у меня была. И я ее обтянула вот такой вот тканью. Приобретала я эту ткань на сайте Алиэкспресс. И мне кажется, что она сюда очень даже неплохо подошла. С внутренней стороны присутствует вот такая ткань компаньон. И внутри тоже. Конечно, не все вышло идеально. Это мой первый, скажем так, ленивый картонаж. Или в общем-то картонаж. Есть некоторые ошибки, безусловно. И одна из таких явных ошибок, это то, что моя коробочка не закрывается. Хотя вот здесь вот есть магнитик. Но немного я не рассчитала вот этот край. То есть все-таки нужно было его делать чуть-чуть подлиннее. Я решила немножко поэкспериментировать. И вот по внутреннюю часть я приклеила магнит. На вот эти шнурочки я прицепила вот такие вот штучки. То есть по идее они магнитятся изнутри. Но судя по всему, коробочка, все-таки крышка у нее потяжелее. И тем не менее она, как видите, приподнимается. То есть она не до конца закрывается. Но ничего страшного. Все-таки это опыт. Это мой первый опыт. Я учту на будущее все свои ошибки. И могу сказать, что вот картонаж это очень удивительная на самом деле техника. И такие потрясающие работы. Я вам оставлю ссылку на одну из групп, в которой ну просто вот заходишь и глаз радуется. Столько всего красивого. И такое поле для вдохновения, что просто не передать. У меня, конечно, на будущее появилась уже идея, как сделать себе определенную коробочку. Я даже знаю, что я на верхнюю крышку вышью. Но это все в дальнейшем. Как видите, сюда я вышла вот такой незатейливый сюжет. Ножницы, наперсток и по краям идут такие цветочки. В оригинале данная вышивка выполняется совершенно другими цветами. Я же подбирала на свой вкус. Я решила сюда взять серый оттенок. Потому что для меня ножницы в основном преимущественно это металлического такого оттенка. И данные цветочки я изменила цвет. В ключе я предполагала синие оттенки. У меня же здесь вот такие сиреневые, собственно говоря, под саму ткань. Конечно, форма овала у меня получилась не до конца идеальной. Но что ж, будем тоже в этом плане усовершенствоваться. Все-таки круг и квадрат даются намного проще, чем овал. Но ничего страшного. Здесь, да, подложен синтепон для такой пухлости. И, конечно, в самой вот этой технике картонаж есть особый способ, как встраивать вышивку вот таких вот форм. То есть здесь я сделала просто пинки и приклеила сверху. А в самой технике картонаж все это можно сделать менее заметно и более красиво, более аккуратно, скажем так. Субтитры сделал DimaTorzok Я была рада поделиться с вами своими новыми изделиями. Я очень надеюсь, что кого-то из вас я вдохновила на подобные штучки. И, возможно, в дальнейшем вы для себя, либо в подарок, сделаете нечто похожее. Это будет очень-очень здорово. Ничего не бойтесь, экспериментируйте. И у вас все обязательно получится. Будьте уверены в том, что вы делаете. Побольше вам вдохновения, свободного времени и, конечно же, отличного настроения. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что ненадолго. Увидимся в моих новых видеороликах. Всем пока!